В Житковичском районе завершается строительство крупнейшего Гомельской области молочно-товарного комплекса «Дяковичи». Он рассчитан на содержание почти двух с половиной тысяч голов дойного стада. Животноводческий комплекс поистине уникальный и не только своим масштабом. Речь также о новейших технологиях, которые здесь будут использоваться. Проект белорусско-итальянский. Оборудование поставлено нашими партнерами. Среди необычного для подобных сооружений – полы с подогревом в помещениях, где будут содержать телят и доильных залах. Подогреваться будут и все без исключения поилки. По-настоящему комфортные условия для животных позволяют создать навесное оборудование. Продукция комплекса «Дяковичи» будет поставляться на Туровский молочный комбинат. Открытие объекта запланировано на середину декабря. Кстати, сегодня в Беларуси отмечается День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этой сфере в Гомельской области занято около 70 тысяч человек. Это все те, кто возделывает землю, ухаживает за скотом, перерабатывает зерно и молоко, а также трудится в научных лабораториях. Профессиональный праздник аграрная отрасль в этом году встречает с хорошими результатами. В области собрано более миллиона 125 тысяч тонн зерна, учитывая кукурузу. Это существенно больше, чем в прошлом году, при том, что уборка еще продолжается. Эффективность использования земли фермерами, неработающие системы отопления в жилых домах, нарушение санитарных норм в магазинах. Председатель облсполкома Геннадий Соловей провел на этой неделе прямую телефонную линию. За три часа к нему обратились 38 человек. По большинству обращений соответствующие поручения были даны непосредственно во время проведения линии. Остальные взяты на контроль. Особое внимание уделено вопросам профилактики коронавируса. Геннадий Соловей призвал более ответственно относиться к собственному здоровью и здоровью окружающих. А также сообщил о принятом решении о дезинфекции подъездов. Служить Отечеству. Более двух тысяч молодых людей из нашего региона пополнят ряды вооруженных сил Беларуси и других воинских формирований. Военные комиссары заявляют, что несмотря на неблагоприятную эпидемическую ситуацию, осенний призыв проходит спокойно, в штатном режиме, но с соблюдением всех необходимых санитарно-гигиенических норм. План по комплектованию войск будет выполнен. Призывная кампания продлится до 30 ноября.